Вот постоянно вот эти вот все процедуры, гастроскопия, колоноскопия во мне, да и, наверное, во многих вызывают такой ужас. Это просто, посмотрите, я сегодня практически ночью не спала. Вот практически вот так вот переворачивалась, крутилась, кружилась. Даже не знаю, как сейчас я это все пройду, но с каждым разом, с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Вот правда, друзья, вот почему так? Доведем свои желудки, свои изольды, ну, изольды я называю свою пятую точку. Доведем их до проблем своим, своим плохим отношениям. То неправильно питаемся, то не вовремя едим, то сухомятка, то вообще не едим. И вот так вот потом такие вот страдания, дорогие мои. Ну, трясусь, правда. Трясусь, трясусь. Завтра будет колоноскопия. Мне нельзя делать с наркозом, потому что у меня сердце слабое, они отказываются делать мне с наркозом. Поэтому приходится вот терпеть. Ну, слава Богу, что этот раз у меня такая маленькая. Вот так вот, дорогие мои. Пожелаю всем хорошего настроения, позитива, добра. Друзья, берегите себя. Поверьте мне, это очень и очень важно. Легче предотвратить, чем потом вот так вот мучиться и трястись. Пока-пока, мои дорогие. Что сделали мне? Гастроскопию. При полном кабинете учеников. Всё, я слышала каждое слово доктора. Что он сказал? В общем, мой эксперимент не удался. Впрочем, как и всегда. То, что я целый год не принимала лекарства по лечению своего желудка. Обернулась эрозией. Доктор меня, конечно, поругал, сказал. Ну, я призналась ему, что я экспериментировала. Он сказал, да, ребята. Демократы. В общем, друзья мои. Мои эксперименты проваливаются один за одним. Похоже, не надо мне экспериментировать больше. Так тяжело я это перенесла. Вы даже не представляете. Берегите себя. Друзья, ну что, поднялась я на свой этаж. Смотрите, какой старинный дом. В Томске много таких домов. Вот здесь вот улучшают, ремонтируют. Так-то они вообще добротные, конечно. Там вот один стоял. Видимо, снесли. Вот так вот. Это подоконники, цветочки. Здесь много цветов. Друзья, ну, а я, конечно, я, конечно, после процедуры просто разбитая. Вот вам и эксперимент. Ой, короче говоря. Короче говоря. Проблемы, проблемы, проблемы. Небо такое хмурое. Ну, что делать? Ничего страшного. Мы пскопские, мы пробьемся. Все равно веру в жизнь терять нельзя. Пойди еще поживем. Так вот. Дал назначение к врачу. Сказал, все, что она пропишет, выполнять неукоснительно. Ругался. Ругался. Я имела неосторожность спросить у него. Скажите, пожалуйста. А вот в интернете пишут про сок картофеля. Он на меня посмотрел и говорит. Вы уже решили принимать сок картофеля? Или уже принимаете? Может, и соду принимаете? Я говорю, нет. Еще не решила и не принимаю. Просто решила с вами у вас спросить. Он говорит, значит, в голове у вас уже это есть? Я говорю, ну да, есть. Он говорит, так вот, выбросите все из головы. Если ездите сюда, если лечитесь у нас, значит, лечитесь так, как мы вам говорим, а не так, как пишут в интернете. Вот так, короче, отчитал меня, посмотрел. Руками схватился за лицо. Я поняла, что он подумал про меня, друзья мои. Он, наверное, сказал. Пипяо! Бабка жжет. Это, наверное, были его мысли. Держите меня, семеро. Вот так, дорогие мои. Что поделать? Вот так мы и жжем. Ну, ладно, все. Даю честное пионерское, честное комсомольское. Я не коммунистка. Не вступила. Поэтому октябренок, пионер и комсомолец. Даю честное слово, благородное. Буду все выполнять. Конечно, ребят, я услышала столько про свой желудок. Так, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, ладно, пошла я в свою палату. У меня там помыли, прибрались. Пошла я перекручивать в голове то, что услышала. Ладно, друзья, живы будем, не помрем. Продолжение следует...